Таблица, в которой две строки и 10 столбцов. Столбцы очень простые. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А здесь стоят какие-то числа. Вот здесь вот написано слово «цифра», а здесь написано слово «встречается». Задача – заполнить эту таблицу, чтобы под каждой цифрой было написано, сколько раз эта цифра встречается в этой таблице. Сразу скажу, на самом деле у этой задачи два разных решения. Поэтому я напишу эту таблицу два разных. Лучше, если вы найдете оба решения. С другой стороны, если найдете только одно, тоже скажите, потому что одно решение – это лучше ничего. на самом деле, повторяю, можно двумя способами это сделать. Я нашел решение. Вы должны сейчас написать число. Если будет правильно, то хорошо. Вот, замечательно. Замечательно. Как считаете, он прав или нет? Нет. Почему он не прав? Потому что, например, цифра 5, вообще-то в этой таблице встречается не 0 раз. Смотрите, пожалуйста. Каждая цифра от 0 до 9 уже выписана. Так, разрешены любые числа. Нулей, 8, 9, 8, что-то 0. Ну, здесь вообще-то 1. У вас просто неверные решения. Так, кто еще говорил, что решили? Выходите. Посчитать количество рублей и количество единиц – это очень простая работа. Так, 0, 1. Единиц – 8, обещаете. Одна двойка. Одна тройка. Так. Ага. Так. Давайте проверять. Две восьмерки – это действительно так. Только проблема в том, что двое – тоже две. А написано, что она одна. Садитесь неверно. А зачем смотреть второй способ, если вы не умеете считать цифры? Нулей два. Проблема в том, что нулей два, а мы написали, что один. А именно цифры или числа? Именно цифры. Задачу я стремлировал четко. Заполнить таблицу числами, чтобы под каждой цифрой было написано, сколько раз она в этой таблице присутствует. Тогда нужно знать разницу между словом число и словом цифра. Это разница такая же, как между понятием слова и понятием буква. Вот когда вы пишете в тетради слова, они состоят из двух. Правильно? У нас письменность устроена так, что есть буквы, и несколько букв – это слово. Точно так же, когда вы пишете цифры, то они вместе образуют число. Число? Например, 126. Например, 126. Его цифры – это цифра 1, цифра 2 и цифра 6. Сколько чего? 0, 1? 1. Сколько единиц? Их много, поэтому важно посчитать. По-моему, 7. Сколько двоек? Вообще-то двоек – 3. Отлично. Сколько троек? 2. Четверок – 1, пятерок – 1, шестерок – 1, семерок – действительно на 2. Все. Одно решение, вот эта правая таблица, правильная. Теперь все помнят, что левая таблица неправильная. Да. Тем не менее, можно найти второе решение. Смотрите, до чего она додумалась. Написать, что единиц 11 штук… А за их 12. Вот. А теперь интересный вопрос. Отойдите чуть-чуть, чтобы все было видно. Не уходите, а отойдите. Пожалуйста, посчитайте, сколько на самом деле единиц. 12. 12. Это страшная проблема. Потому что написано, что их 11, а на самом деле их 12. И вот теперь вопрос. Кто-нибудь сможет легко эту проблему решить? Как? Надо вместо 11 написать 10. Вообще-то будет еще хуже. Да. Вместо 11 написать 12. Да, что? Не то. Все, садитесь. Господа. Сейчас. Решайте задачу. Для программы минимум. Покажите соседу и убедите его в этом. Что? Покажите соседу свое решение. Как ни странно, сделать надо совсем чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Слышка, ты вводи. Можно и напишите, что у меня стоит единица двойкой? Так если вы напишите, что единица 12, то тогда одна из единиц исчезнет, а добавится двойка. И будет неправильно. Как решили? Замечательно. Выходите к доске. Ну, двоечка у него получилась так себе. Поэтому я ее все-таки сотру и напишу побольше и получше. Да. Да, это вполне настойно. Устанавливается. Смотрите, сколько в этой таблице двоек. Две. Почему двое-две? Потому что их две. Понятно, да? Двое-две, потому что их две.